Что такое наномеханика? Наномеханика — это одна из новых и сравнительно молодых областей физико-контенсированного состояния квантового транспорта. Что такое нано, в первую очередь? Наносистемы — это система размером 10 в минус 9 метра. Насколько это много или мало? Самый маленький атом в природе — это атом водорода. Его размер составляет пол ангстрема, то есть ангстрем — это 10 в минус 10 метра. Поэтому наносистемы — это системы, которые содержат всего несколько десятков или сотен атомов. Как правило, это молекулярные системы, молекулярные транзисторы, углеродные нанотрубки, квантовые точки. Что происходит, если такую наносистему подключить или соединить с механической системой? Как я уже говорил, из-за малого размера наносистемы, содержащей всего несколько атомов, энергетические уровни в этих устройствах квантованы. То есть они дискретны. Расстояние между этими уровнями составляет несколько сотен миликельвинов. Будучи подключенными к механической системе и приведенной в движение, они обладают весьма уникальными и интересными свойствами. Каковы применения таких систем до того, как я перейду к свойствам? Применение весьма и весьма разнообразное. Например, наномеханические системы, которые являются гибридом квантовой и классической системы. Механическое движение классическое, электронный транспорт при проходении через данные системы, квантовый, могут быть использованы для создания стандарта тока, а именно измерения токов в пикамперы, например. Также наноэлектромеханические системы могут быть использованы в качестве сенсоров, могут быть использованы как элементы квантового компьютера. Используется в такой другой относительно новой науке, называемой спинтроникой. Но вернемся к наномеханике. Наномеханику можно формально разделить на две большие подобности – нанооптомеханика и наноэлектромеханика. Как я сказал, и в том, и в другом случае некая квантовая система, характеризуемая дискретным набором уровней, соединена с классической системой. Если мы говорим про наноэлектромеханику, то это системы, как я сказал, электронные, например, молекулярные транзисторы или углеродные нанотрубки. И будучи подключенным в электрический контур, такие системы могут проводить ток. Для чего нужен механический элемент при прохождении тока через систему? На самом деле такая система позволяет переносить электроны поодиночке и носит название шаттла. То есть механический резонатор подходит к одному из контактов, подхватывает электроны и переносит их на другой берег. В нанооптической системе механический элемент связан с оптической кэвити и таким образом имеется оптомеханический резонатор. Мне ближе говорить про наноэлектромеханику. Одним из пионеров наноэлектромеханики является Роберт Шехтер, профессор Чалмарского университета в Готеборге в Швеции. Исторически первые работы по наноэлектромеханике относятся к середине 90-х годов XX века. Наномеханика никоим образом не является теоретической наукой. Многие вещи на сегодняшний день доступны экспериментально. Что требуется для таких наноэлектромеханических систем? Во-первых, требуются низкие температуры. Что такое низкие температуры? Мы знаем, что комнатные температуры, которые мы привыкли мерить по шкале Цельсия, это 20-30 градусов. Однако физики работают с абсолютной шкалой и абсолютный ноль составляет минус 273 градуса по шкале Цельсия. И от него физики привыкли измерять температуру. Так вот, температуры, при которых работают наноэлектромеханические устройства, составляют Кельвины. То есть, это температуры всего на 1 градус выше абсолютного нуля, а также меньше. Почему это нужно? Ну, как я сказал, дискретность уровней наносистемы проявляется только тогда, когда температура меньше некого характерного масштаба энергии. Для таких наномеханических систем, для электронной компоненты, молекулярного транзистора или квантовой точки, к которым я вернусь несколько позже, характерный масштаб энергии и составляет 1 Кельвин. То есть, нужно опуститься ниже по этой шкале температур и работать при сотнях, а то и десятках миликельвинов. Другим необходимым элементом такой системы является явление кулоновской блокады, как раз и открытое Робертом Шехтером в середине 70-х годов. Кулоновская блокада состоит в том, что электрон, находящийся в квантовой точке, может управляться запирающим потенциалом гейта. И если напряжение на гейте меняется непрерывно, оно проходит через значения, отвечающие целым и полуцелым значениям. Так вот, целые значения, отвечающие так называемым кулоновским долинам, и составляют блокаду электронов. При полуцелых значениях в квантовой точке или в молекулярном транзисторе одинаково выгодно иметь как n, так и n плюс 1 электрон. Теперь вернемся к механическим системам. Каковы требования к механическим системам для того, чтобы быть надежным элементом наноэлектромеханического цикла? Такие механические системы должны обладать высокой добротностью. Что такое добротность? Добротность характеризует затухание системы, то есть насколько много осцилляций в системе может пройти до того, как они затухнут. Характерные добротности систем, необходимых для наноэлектромеханики, это 10 в пятой, 10 в седьмой, то есть миллион или 10 миллионов раз. Это означает, что система просциллирует 10 миллионов раз до того, как она полностью затухнет. Каковы материалы, используемые в наноэлектромеханике? Как правило, это полупроводниковые материалы, нитрит кремния или оксид кремния, также квантовые проволоки на основе арсенида Индия или даже арсенида Галия. Эти системы фабрикуются, производятся в лабораториях, используя метод молекулярной эпитаксии. Квантовая точка, которая является островом, в котором живет электронный газ, напыляется поверх данной механической системы, которая и приводится в движение. Как я сказал, на сегодняшний день прошло уже почти 20 лет с первых работ экспериментальных и теоретических по наноэлектромеханике. Какие группы в мире работают над этой темой? Одним из основателей экспериментальной наноэлектромеханики является профессор Рукес и профессор Макьюин. Активно ведутся работы по наноэлектромеханике и нанооптомеханике в Университете Калифорнии в Санта-Барбаре. Одной из лидирующих групп в Европе является мюнхенская группа профессора Катхауса и его учеников, например, Ева Вайх, который является на сегодняшний день профессором, одним из самых молодых немецких профессоров в Университете Констанца. Также необходимо упомянуть группы в Лазанье, группы в Великобритании, группы во Франции в Сокле и на самом деле много других групп. Ну, будущее на самом деле весьма оптимистично, как я надеюсь. Как я говорил, уже квантовый транспорт и квантовая электроника – это активно развивающаяся отрасль современной физики конденсированного состояния. Наномеханика – это и молекулярные транзисторы, которые имеют механическую степень свободы. Это и молекулярные моторы, это квантовые диоды, квантовые транзисторы, одноэлектронные транзисторы, это элементы квантового компьютера, газовые сенсоры, возможность измерять массу и силы с высокой точностью, ну и масса других приложений. Наномеханика, наноэлектромеханика – это дает обширное поле для теоретических и экспериментальных исследований и привлекает достаточное внимание современных теоретиков и экспериментаторов, работающих над этой проблемой. Продолжение следует...